Пенсионерка отдала лжеоцелителям 40 тысяч рублей. Экстрасенсы размещали объявление в газетах, где обещали решить любые жизненные проблемы. Правда, услуги, как выяснилось, оказывать не собирались. Я говорю, мне плохо ночью. Она говорит, надо было ночью звонить. Взяв в руки газету, пенсионерка почти сразу нашла нужное ей объявление. В заголовке целители обещали решить любые проблемы. Пожилой женщине понравилась уверенность экстрасенсов, и она решила им позвонить. В телефонной беседе бабушка постаралась рассказать как можно подробнее о всей своей жизни. Она потом еще мне говорит, я ночью сделаю просмотр, ну как будто бы проверять человека, правда человек говорит или нет. Потом она на другой день мне говорит, я думала, ты преувеличиваешь действительно это. А в тот день, когда я позвонила, она настаивала, чтобы я положила ей на карту, она перечислила номер карты, чтобы я ей положила 7 тысяч. Пенсионерка подалась на уловку и перевела так называемой колду, неназванную сумму. Затем положила на счет злоумышленницы еще 33 тысячи рублей. Вот только проблем в жизни женщины меньше не стало. Экстрасенс объяснила, что для их решения нужно перевести еще 40 тысяч. Я прервала разговор, бросила трубку. Она мне пишет смс-ку, ты меня сейчас очень оскорбила. Зачем я ее оскорбила? Что денег не положила. В итоге обманутая женщина позвонила в полицию. Правоохранители пытались дозвониться до целительниц по указанному в газете номеру. Однако эти попытки ни к чему не привели. Возможно, что злоумышленницы причастны и к аналогичным преступлениям. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников и их задержанию. Дело о побеге из-под стражи начал рассматривать Нижнекамский суд. В октябре этого года, сразу после вынесения приговора за убийство, осужденный сбежал от конвоиров. Теперь к уже имеющемуся сроку суд может добавить еще до пяти лет. На этот раз осужденного в суд привели в особо усиленном сопровождении. Сегодня, наученный печальным опытом, конвоир соблюдает все правила перевозки. Подсудимого быстро завели в зал судебного заседания в сопровождении трех сотрудников. Руки его были за спиной в наручниках. Настроение самого арестанта было отличным. Заседание было недолгим. Молодой человек до начала слушания успел пообщаться с назначенным ему адвокатом, который дал ему советы. После в зал суда впустили только родителей. Остальных попросили остаться за дверью. Почему вы нарушаете закон? Я сказала. А судя на основании какого? Ну это же на основании закона. Нет разрешения? Это же незаконно. Напомним, побег из здания городского суда Олег Лещевников совершил 6 октября. Вечером после окончания суда по уголовному делу, где молодого человека обвинили в убийстве, и суд вынес в отношении него приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима, подсудимого конвоировали спецмашину, чтобы доставить его в тюрьму. Воспользовавшись моментом, парень оттолкнул конвоира и скрылся. Для того, чтобы задержать беглеца, были подняты все силовые структуры. Молодого человека поймали только утром. Он скрывался в одном из дачных домиков садового общества «Дуслык». Прокурор зачитал обвинительное заключение. За совершенный побег молодому человеку могут прибавить к имеющемуся сроку еще 4 года тюрьмы. В этом случае Олегу Клещевникому придется отсидеть в общей сложности 13 лет. Таким образом Клещевников совершил преступление, предусмотренное в части 1 статьи 313 Уголовного кодекса Российской Федерации побега из места лишения свободы из-под стражи. То есть побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении. После был объявлен перерыв. Но буквально через несколько минут из зала суда вывели подсудимого. Сегодня ночью огонь уничтожил дачный дом в садовом обществе на улице Гудованцево. Пожарные застали возле охваченной огнем постройки двух человек. Мужчины и его спутницы получили несколько ожогов. Вскоре выяснилось, что они не являются хозяевами и проникли в дом самовольно. Садовые домики тут расположены неподалеку от жилых кварталов. Так что даже несмотря на поздний час, местные жители обратили внимание на обушевавшее пламя. А вот погоряльцы оказались незваными гостями. В дом они проникли без ведомых хозяев. Несложно догадаться, что пожар произошел по их вине. В момент возгорания они спали так крепко, что рухнувший крышу дом едва не похоронил их под собой. По рассказу полицейских, в свое время хозяева этих садов возвели тут дома незаконно. Так что ни заборов, ни охраны тут нет. Как нет дела и до бездомных, которым просто нечего терять. Эти сады расположены в глубоком овраге. По рассказу местных жителей, им уже более 40 лет. Понятно, что зимой добраться сюда очень непросто. Однако бездомных, которые в эти морозные ночи ищут себе приют, это не останавливает. В зимний период похожие случаи не редкость, и проблемы тут серьезнее, чем кажется. В Казани больше нет вытрезвителя, а также приемника и распределителя, куда раньше обращались бездомные. Даже в больницу эти люди могут обратиться только в случае таких вот серьезных происшествий. В дворе частного дома по улице Айдарова загорелась баня. Заметив дым, хозяева сразу позвонили пожарным. Благодаря оперативности спасателей, огонь, который разгорелся внутри постройки, не успел вырваться наружу и не нанес вреда другим помещениям. По мнению экспертов, причиной пожара стал перекал печи. С пламенем удалось справиться быстро, и никто не пострадал. На улице Галимжана Боруди столкнулись «Шевроле» и «Ладу» 15-й модели. Участники ДТП рассказали, что за пару секунд до аварии одной из машин подрезал автомобиль таксомоторной компании, который сразу скрылся. Проезжая, зелёный свет, всё нормально. То есть вот поток только двинулся, вот он выскакивает. Всё. Где удар, да? Всё, ДТП. Именно с помощью этой видеозаписи владельцы обеих машин рассчитывают доказать, что в аварии виноват водитель Калины. Дорога тут и без того довольно узкая, так что «Шевроле» в этой ситуации просто некуда было деваться. В ходе резкого торможения на марку потащило навстречку. Тут два варианта. Либо я его ударил, либо я сюда ушёл просто. Я просто думал, что нормально, как бы пройду, а снег. Водитель 15-й успел запомнить номера нарушителя, а также мелькнувшие шашечки такси. Впрочем, Калины, которые скрылся с места, ни одну из машин не задело. Однако по новым правилам к такому случаю вполне применим термин «опасное вождение». Я стоял на месте на стафоре, получается, ждал зелёного сигнала. Ну, то есть поток шёл. «Шевроле» ехал с той стороны, напротив. Получается, Калина пыталась выехать, сдала аварийную ситуацию, подрезала. Ну, хотел подрезать человека. И всё, потом он уехал на красный. Закон об опасном вождении уже вступил в силу. Однако санкции по нему по-прежнему носят так называемый декларативный характер. То есть наказание не прописано в законе. Нету судебной практики, которая бы в полной мере защищала права автолюбителей.